Пожалуйста, можем начинать, все работает. Михаил, прошу вас. А, хорошо. Я калкогум из Михаила. Приветствую всех, спасибо, что пришли. Я приехал сюда, чтобы встретиться с организационным комитетом Харьковского форума антикоррупционного. Мы в Харькове организуем 18-го вечера антикоррупционный форум 3-й после Одессы и Киева. И уже несколько тысяч человек выразили желание в нем поучаствовать. В основном это харьковчане. И я очень жду, что мы на этом форуме, в этом прекрасном, потрясающем городе четко определим задачи и ближайшую тактику движения за руха за учищение общеукраинского надпартийного, но широкого общественного движения, куда входят представители самых разных партий. Тут Михаил представлен, но там есть представители самых разных партий. И в основном это непартийные люди, так же, как я. И основная цель этого движения «Руха за очищение» – это полное обновление политической системы Украины. Я считаю, мы считаем все, что политическая система Украины состряла. Сейчас мы находимся в стагнации. На нас пытаются навязать новые правила игры, по которым практически самым лишним оказывается общество. И обществу просто время от времени сообщают, вот мы приняли то или такое решение. Мы там за вас решили, мы за вас определились, мы за вашей спиной договорились, мы за вашей спиной очередной раз поделили их Украину. Я думаю, что общество не даст возможность политическому классу, который фактически почти не изменился со времен Леонида Кучмы, через между собойчик и договорняк, опять достичь чего-то за спиной и в ущерб украинскому обществу. Поэтому, хотя мы объявим о своей стратегии и тактике, о плане действия, о программе в ближайших шагах, мы не собираемся ограничивать свое движение просто какими-то научно-практическими конференциями по коррупции, хотя Киевский форум был действительно и Одесский очень успешным и очень много интересных сил собрал, мы надеемся Харьков собрать еще больше, еще более качественный, еще более интересный состав, чем Киев в Одессе. Я думаю, что Харьков к этому располагает, и тут есть потрясающие интеллектуальные силы. И наш главный принцип, ни в коем случае не дать возможность кому-то это монополизировать, в какой-то группе, в каком-то человеке. Мы очень стараемся, мы в главный принцип, найти новых людей максимально. Поэтому каждый раз, когда мы что-то организуем, основным результатом нужно для нас на выходе из этого, чтобы мы приобрели сотни тысяч новых людей, которые должны стать частью нового украинского политического класса. ни олигархата, ни междусобойщиков, ни договорняка, а нового украинского политического класса, который обязательно образуется. Вот то, что я бы хотел сказать. Какие у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Секундочку, поднимайте руку, здесь здание и представляйте. Светлана Легостаева, собственный корреспондент. Вы в таком случае, если вы будете проводить не только научные конференции, планируете ли вы какие-то конкретные действия? Допустим, импичмент президенту, распуск Верховной Рады, то есть кардинальные шаги, которые позволят обратить на вас внимание общество? Ну, на самом деле, мы не обделены вниманием общества, на чем с этого. Во-вторых, во-вторых, я думаю, что само украинское общество, те конкретные действия, которые мне рассказали, мы точно не планируем, мы не планируем само украинское общество определиться, каким методами, каким образом, через какие действия он будет подавать стимул, например, Верховной Раде, полностью обновить украинскую власть на всех уровнях, принять те законы, которые нужны Украине, об этих законах мы и только говорим, обеспечить, чтобы эти законы выполнялись, а не оставались на бумаге, как это часто бывало до сих пор. И все должны зашевелиться, все должно быть приведено в движение. Это называется рух за очищение. Рух, в первую очередь, это есть рух, то есть движение. Мы должны заставить, заработать все, потому что нам говорили, вот мы говорили в последнем месяце, начало было в первом постмайдановском правительстве, вот сейчас начнется. Потом было второе постмайдановское правительство, вот сейчас новая кровь, новые люди, сейчас начнется. Потом до местных выборов. Все говорили, вот сейчас вы увидите, не все, по крайней мере, я говорил в том числе, вот вы увидите, после выборов начнутся фундаментальные, серьезные реформы, и все поменяется. Инварь, проснулись после спячки в новогодние многие, вернулись из-за границы представители нашего славного политического класса, там они были. И что начинается? Нам все говорят, может быть, в марте и апреле что-то начнется. Так вот, с нами играть напёршки. С нами, как раз, общество. Так вот, чтобы не отдать возможность играть напёршки, мы должны сказать, что мы уже наслышали с разговором. Давайте действовать. Не будете действовать. Мы будем действовать, мы, общество. Все политические партии, все классы, все люди со всех. Почему очень важно в Харькове? Потому что это самый главный центр после Киева, наверное, Украины, однозначно. И тут есть огромный интеллектуальный и политический потенциал. Есть огромные проблемы. Всё вместе. И огромный потенциал, и ещё более огромные проблемы. И вот прекрасное место для того, чтобы реально начать движение. Мы объявили о движении в Киеве. Реально его начинать мы будем в Харькове. Часто очень многие движения в Украине начинались или в Киеве, или начинались с Запада. По понятным причинам. Я думаю, что после политических последних годов событий в Украине время начать активное действие именно с Востока Украины. Именно с главного, самого большого города Востока Украины. Потому что отсюда должно быть основной клич, основной призыв брошен с конкретными шагами. И о конкретных шагах более конкретно мы объявим 18-го. Надо же оставить какое-то что-то на десерт. Вам тоже, правильно? Спасибо. Следующий вопрос. Ближе микрофон держите. Добрый день. Дмитрий Овсянкин, журнал «Аналитик Юэй», Крымское татарское информагентство «Кьюэшей». Такой вопрос. В рамках форумов предполагается ли и в дальнейшем пересмотр существующего законодательства на предмет коррупционной составляющей в каждом втором законе, действующем на сегодня в Украине? Все законы почти в Украине сделаны так. Я тоже практик. Я глава администрации Одесской области. Все сделано так, чтобы ничего не было сделано для людей. И очень много было сделано для себя. Однозначно, мы постоянно с этим сталкиваемся. Я не знаю, каким образом, но это высшая наука, что чтобы что-то хорошее сделать в Украине, нужно, чтобы 9-10 должностных лиц или там ведомств что-то вместе захотелось. Что практически чего никогда не происходит, по моему опыту. Только вещи начинают происходить в одном случае, когда у кого-то есть конкретный коррупционный интерес и когда он знает телефонный вход в кабинеты должностных лиц. Если нет какого-то интереса, вот ты хочешь дорогу построить хорошую. Если нет дорожной компании, которая хочет на это украть 50%, дорогу не построишь. Ты хочешь там новую социальную программу. Если нет человека, который должен откат от этого получить, ты эту социальную программу не сделаешь. Если ты что-то хорошее хочешь для украинского общества сделать, никогда ты ничего хорошего не сделаешь, если кто-то конкретно из этого что-то не будет иметь. Это однозначно. У меня каждый день таких примеров, почти каждый день, и в течение всего этого времени накопилось сотни и сотни. И это просто меня убивает. Реально политический класс Украины в основном не любит эту страну, не верит в ее будущее. Вот в чем проблема. И пока ты не любишь, не веришь, не уверен в своих силах, не думаешь о том, что ты можешь создать, тогда ты, естественно, думаешь, ну какая у меня мотивация. Ну, любви к сравнению не очень. Там, верой в его будешь не очень. Так хотя бы для себя что-то. Вот, поэтому, чтобы это поменять, однозначно нужно сделать. Сейчас электронные декларации, во-первых, должны быть введены. Я уверен, что мы должны, должен заработать закон, потому что формально он существует, но он никогда не работал, в Грузии работал, мы очень у многих должностных лиц забрали их имущество. Забрали их имущество. Когда я был на фронте, через Харьков мы туда обычно ездим, и когда я вижу, что элементарных там, просто бытовых условий нет для наших ребят в плиндажах, вообще просто нормальные туалеты не устроены. Нормально, в больших местах невозможно нормально помыться нашим офицерам и солдатам, так надо будет эти дома генералу конфисковать, продать и сделать хотя бы туалеты на фронте. Потому что отдельно есть генералы со своими домами, которые там просто очень редко бывают в этих блиндажах. От другой стороны, есть патриоты, которые там вынуждены в таких условиях находиться, потому что те крадут деньги. Так мы это все знаем. И об этом мы говорим. Есть закон о необоснованном имуществе, в том числе надо расширить его на всяких там, тещь там и так далее и тому подобное. Жен, ножон, с которыми они развелись, но почему-то с которыми они продолжают жить вместе. Все это очень просто определить. Забрать. И тут, я не рассказываю о фантазиях. В Грузии мы забрали десятки таких домов у должностных лиц и у руководителей организованных криминальных группировок. Передали их на детские дома, например, на агентство по борьбе с отбыванием денег, большой дом, огромный дворец. Ну, в Грузии их было, может быть, несколько десятков, пару сотен. Здесь мы говорим о тысячах. И можно сделать. Можно сделать и нужно сделать. И эта волна, это, наконец-то, сделает. Я уверен, что, когда будет новый политический класс, наконец-то люди начнут отвечать за свои действия. Потому что мы только говорим об этом. Ну, а так, я скажу, мы в Грузии, многие за это отвечали. Я никогда не был сторонником, чтобы на долгий срок куда-то к тюрьму отправлять. Но я очень большой сторонник, чтобы у них забирать это имущество, передавать его обратно народу, потому что оно им не заслужено. Я категорически противник того, что политический класс был самым богатым, как бы, самой богатой частью общества. В Украине самые богатые люди живут в политическом классе. То есть они среди политического класса. Когда мы говорим, сейчас ведутся переговоры с Россией. По своему менталитету, большинство представителей нашего политического класса, они неотъемлемая часть русского мира. Только в русском мире возможны такие особняки. В Европу, куда мы стремимся, вы не найдете ни одного политика, почти не найдете. У кого есть большие дома, например, у кого есть огромные особняки, у кого есть огромные земли, у кого есть... Кто носит чемоданами черную наличность, вместо того, чтобы каждую копейку контролировать, там, на карточке каждое перечисление контролируется. Потому у наших дозавистых лиц постоянные проблемы. То швейцарская прокуратура, то с австрийской. Это связано с чем? С отмыванием денег. Бегать с черным кэшем туда-сюда. И, извините, это все касается... Точно так функционирует русский мир. Поэтому я не уверен, что когда дело дойдет до принципиальных решений, они не выберут русский мир, как сделал Янукович, ущерб Украине. Поэтому мы должны... В том числе это вопрос национальной безопасности. Очищение общества – это вопрос укрепления украинской независимости. Есть тот образ жизни европейский, есть вот этот путинский образ коррумпированного постсоветского совка. Надо выбирать. Пока что политический класс, да, в основном. По своему образу жизни. Так и остался в постсоветском совке. Для меня это очень большой вопрос. Елена Львова, Интерфакс Украина. В последнее время очень активно обсуждается возможность одномоментной смены судей. И в связи с этим на некоторое время при замораживании всех дел, которые рассматриваются в судах, ориентировочно на три месяца. Как вы относитесь к этой идее? Как вообще с вашей точки зрения должна выглядеть судебная реформа? Спасибо. Я уверен, что нужно... Мы об этом давно говорили, что судей надо менять. И опять-таки, те, которые болтают, что их надо менять. Часто это просто разговоры. В этом зале есть один человек, который в свое время поменял 100% судей, а второй раз тоже проводили реформу, поменял и уходит процентов. Это я. И это было в моей стране, в Грузии тогда. И поэтому в 90-х годах мы поменяли практически 100% судейского корпуса. И опять после того, как они скурвились, через несколько лет нам пришлось опять большинство их менять. И это постоянный процесс. Как только происходит заболачивание, надо их менять. И то, что у нас здесь произошло, что каждый судья... Вот мы в Одесской области, например, вчера или позавчера, я там уволил своего советника и попросил очень... милицию и полицию, прокуратуру им заняться. Они занятся. Сегодня вот они проводят там обыски и так далее. Но мой советник абсолютно не возбудиво мне рассказал. Да, это я сделал. И что? И он прав, потому что он точно знает. И сделал. Ну, рассказал, перед телекамерой рассказал. Да, подписал нам 10 миллионов разрешение, хотя у него не было разрешения это подписывать. Да, и что? И он точно знает, что его никто никогда не тронет. Сейчас его придавят, наверное, может быть, эти педозры. И ВОЗ будет поныне там. Они будут предъявлять, они будут всем этим последний год искупать, последний год хотя бы. Сколько раз мы по телевизору слышали, что кому-то что-то предъявили. И сколько раз мы увидели, что кого-то посадили. Все очень просто. Во что это упирается? Судейский корпус. Вот сейчас у нас есть земли, которые расхищают, там у нас на прибрежной полосе точно так же, как расхищают по всей Украине земли. Опять-таки, глава городского сельсовета, там, не сил, город Затока, он объяснил членам своего совета, что поскольку ему помогли выйти туда конкретные депутаты, конкретные там, конкретные кивалов, то это все стоит 7 гектаров земли, золотой земли у лучшего украинского побережья, которая пока что под контролем Украины, потому что другая часть пока что не под контролем. Крымская, 7 гектаров земли. И он спокойно перед, его записали, там, он чуть не смущается, говорит, ну что да, 7 гектаров земли я должен выплатить с конкретным лицем за счет Украины. почему он это нагло рассказывать? Потому что эту землю он дает прокурорам, судям, депутатам, а кто, а суди кто? Судьи те, которые взяли землю, судьи те, которые ездят на своих там богатых машинах, возвращаясь домой, своих больших, большие дома, а когда мы говорим мы будем закон забирать имущество, чтобы этот судья, который все возвращается там тысяч квадратных метров особняков, я говорю о каких-то судьях в Одесской области, он будет дом у кого-то отбирать? Это в своем самом страшном сне. Поэтому, поэтому, пока что мы все это заработать, надо от этих людей избавляться. Поэтому я не вижу сейчас теперешним планометам, теперешней власти в целом, силы, которая способна это сделать. Это способно сделать только новое, большое, народное движение, которое разными политическими мирными методами вынудит политический класс пойти на радикальное обновление. Потому что у нас была революция, вторая, Майдан, и у нас не произошло не то, что революционных изменений, у нас почти не произошло изменений. А некоторые изменения произошли в худшую сторону. Все. И все это, общество должно на это среагировать. Прошу. Павел Новик, интернет-издание «Начи гроши». Вопрос обоим Михаилам. Как вы планируете противостоять представителям, коррупционерам из президентской силы солидарности, в частности, в Харькове? Пока Михаил ответит, я очень так скажу четко. У нас, у меня нет особо теплая история отношений со многими представителями президентской силы. В Одессе, например, президентская сила, которая представлена высшими регионалами, как и во многих других местах, я не говорю, что обязательно все они были коррупционерами, но многие из них были, однозначно. Они главные на моей критике. Это те люди, которые все время на нас нападают по конкретной причинам. Не потому, что мы им не нравимся, а потому, что мы возбудили дела насчет приватизации в Одесской области. Мы возбудили дела, когда мы говорим про прокуратуру, которая нормальный состав пришел, я настоял на этом. Ни одно из этих дел, сразу скажу, не наведено до конца, и при этой судебной системе трудно будет зависеть от конца, но у них дискомфорт. У них дискомфорт. Их там таскают на допросы, их ближайших людей под залог судья выпускают, но, по крайней мере, хотя бы задерживают. И у них проблемы со мной. Я очень часто, после того, как у меня произошел конфликт с премьер-министром, кто задал больше всего вопросов ради, почему Саакаши вообще в этом мешаются? Да, некоторые представители точно лидирующего положения президентской силы, совместитель руководителя про фракции сказал, по-моему, господин Третьяков, да, что кто такой Саакаши вообще, что он лучше занимается в своей области, что он это занимается? Ну, я занимался в своей области, просто был как на коррупционный контракт с ОПЗ. Поэтому эта проблема есть. И Михаил лучше ответит за Харьковскую область, но я хочу сказать, что для нас почему мы говорим об обновлении политического класса? И почему не о замене одной партии другой? Ну, заменили вот партию регионов на Народный фронт, там, ППП, Солидарность, на другие партии. И где эти старые коррупционеры перекочевали, срочно перекрасились в новые цвета? Были, бегали с георгиевскими встречками, сейчас стали ширим патриотами. Завтра нужно будет перекрашиваться серо-буро-малиновый цвет, потому что новая партия будет популярна серо-буро-малиновая, а не будут серо-буро-малиновые. И это мы все проходили. Поэтому надо в первую очередь, когда мы говорим об очищении и о люстрации, каким-то образом это только ограничивает теми людьми, которые там просто занимали конкретные должности. Нет, это неправда. Просто надо полностью политический класс очистить. Пока будет это между собой, они никогда друг друга не тронут. В Одесской области в основные вещи прихвачены, допустим, с будущими членами партии регионов. Почему их новые не трогают? Потому что они все тоже многие в этом участвуют. И потому что они из одного материала сделаны. Чего они будут друг друга трогать? Вот и все, Михаил. Михаил правильно сказал, что рух, о котором мы говорим, это межпартийный рух, не межпартийный, а непартийный рух, куда входят все честные люди. Поэтому я хотел сказать, что у коррупции нет партийного лица. В каждой партии, в каждых партиях большие они или маленькие, очень патриотичные или среднепатриотичные, все равно живут коррупционеры. Им главное добраться кому до бюджета, кому какие-то возможности или кому-то хотя бы для шлагбаума, который надо открывать и закрывать. Поэтому, что касается меня, для меня не будет табу, в какой партии состоит этот человек и это будет сделано, что у нас нет другого выхода. Конкретно в Харькове, потому что, как вам сказать, я не буду вам много чего рассказывать, вы сами все знаете. Где у нас партия регионов, во что они перекрасились, кто что прихватил, кто как действует. Поэтому партийной принадлежности для меня у коррупции нет. Коррупционер... Вот у нас я вам расскажу, вот у нас был оптсовет, выделен, какие сейчас деньги выделяются на область, все прекрасно мизинно. Но из тех там нескольких десятков миллионов гривен, ну там пару сотен, которые нужно было разделить на людей, на проекты в Одесской области, когда дело дошло, там разные партии в оптсовете. Они обычно сели, никакого скандала не было. Все деньги были распределены, бюджет был принят быстро. Точно так же бюджеты за эти решетесь принимаются по всей Украине. Почему они так принимают? Все очень просто. Рука руку моет и каждый депутат себе забирает. И результаты, когда мы посчитали, что они забрали себе, оказалось, что во-первых, что уже забрали на уровне центрального бюджета, какие-то там маленькие шматочки сбросили там в области, а в области уже накинулись все депутаты во всех областях и все прибрали к себе. Кто-то это называет оборудованием для больницы, кто-то это занимает какими-то строительными работами, которые продолжаются в последние 30 лет, кто-то это назовет, вот эту дорогу надо обязательно сделать, иногда она ведет никуда. Но все эти конкретные программы называются фамилиями конкретных депутатов, в том числе очень часто в вашей программе говорят об этом и хорошо, что они говорят, что реально все так поделивно, что до людей ничего не доходит. И так будет всегда. Так будет всегда, пока мы будем это терпеть. Я, честно говорю, я ничего не смог сделать. Вот это обсловет, вот эта область, вот эти деньги и что, и что. Они могут спокойно взяться и мне объявить недоверие. А я что им могу сделать? Я принял такое решение, что не участвовать в партии в выборах. Почему? Потому что я бы не успел, я не был в состоянии обновить их список. Я не могу участвовать в тех выборах, которыми я не решал, кто там должен быть, во-первых. Во-вторых, мы получили то, что получили. Как всегда, как обычно, одних и тех же людей сейчас под этим цветом. Вот и все. Решите еще. Решите, я дополню. Я хотел сказать по поводу межпартийной коррупции. Я вот советую вам, есть такая программа гемодиализ, помощи больных людей. Так вот, сделайте журналистское расследование. Я скажу, вы четко дойдете до того, что в этом всем процессе участвует один бывший депутат партии регионов, бывший функционер БЮТа, или как там они назывались, Народный фронт, я не помню. И тоже участвуют люди, которые имеют отношение к БПП, насколько я понимаю. Так вот, обратите внимание, почему-то в Харькове услуги по гемодиализу один из самых дорогих в Украине. И не потому, что они самые лучшие, просто почему-то такие же качественные фирмы, которые оказывают такие же самые услуги, имеются в виду медикаменты и оборудование, почему-то до Харькова не доходят. До Днепра дошли, до Киева дошли, а в Харьков не приходят. Не только, к сожалению, никуда не дошли. Говорит министр здравоохранения, мой земляк, кстати, Квиташин. Если бы я знал, что хоть на секунду, что я узнал, что у нас есть правительство, коррупция, я бы тут вообще не задержался. Угрузил вообще разница, чувство юмора, но это плохая шутка. У нас самые дорогие лекарства почти практически в Европе. За счет чего? У нас только 30% на 30% финансировано лечебное учреждение, из которых большая часть из этих 30% тоже на месте крадется. Одесская область стала единственной областью, где на мой сайт выложили лекарства, которые закуплены. Ни одна область, ни министерства никогда не выкладывать, что они закупают. Чтобы люди знали, что у них в складе, когда они приходят, им говорят, иди в аптеку и купи лекарства на первом этаже, в аптеку, в которой принадлежит часто главврачу. Чтобы он знал, что эти лекарства, которые в подвале, оттуда поставляются наверх, в эту аптеку. А на склады они пошли бесплатно, пришли из государственного бюджета. Это один из самых хорошо сохраняемых государственных секретов, что мы закупаем. Например, в Одесской области, когда мы открыли лекарства, мы обнаружили, что в Одесской области куплено 5 миллионов зубных протезов. 5 миллионов искусственных зубов. На бумаге куплено. Мы обнаружили на складе 200 тысяч. Видимо, они гонялись за всеми жителями области, потому что там меньше 3 миллиона, насильно выставляли зубы. Но это происходит на наших глазах. И потом мы не забыли, ну да, ну все, коррупция, да вот что, ребята. Вот об этом мы и говорим. Поэтому тут нет действительно партийного принадлежащия, они такие лучшие друзья по пути в вовшорные там всякие там компании, где они куда перечисляют об этом черную украденную наличность. Надежда Шосток, медиа-центр Накипело. Вчера Михаил Копцев Накипело, это хорошо. Накипело. Надо было наше название движения назвать Накипело. Вчера на своей страничке в фейсбуке Михаил Копцев написал о том, что была предпринята попытка рейдерского захвата площадки антикризисного форума в Харькове. Были ли подобные прецеденты в других городах? И хотелось бы, чтобы Михаил Копцев родимирать миру? Нет, нет, нет. Это было внутри организационного процесса была такая ситуация. Я думаю, что вы не в курсе. Знаете, никто ничего не сможет захватить, это однозначно. Ни у кого нет монополии. Сидеть тут Михаил Копцев, я его очень уважаю, но ни у кого, ни у него, ни у кого нет монополии. Это вообще тут нет этих давайте нам быстро успеем, а потом кого-то не подпустим. Это не так. Мы абсолютно открыты. Вчера вот мы застались, там есть депутаты в этом движении, даже если депутата смотреть, там есть депутаты Батьевщины, там есть депутаты например, Лещенко или Солищук с БПП. и все знают, какие у них взгляды. Поэтому есть люди всякие хорошие, что благодаря расследованиям Лещенко многие коррупционные связи, в том числе внутри этих всех правящих партий были выявлены. Поэтому мы открыты для всех. Мы открыты для... Там есть, там были не партийные депутаты, там был Дмитрий Добродомов, по-моему, как раз тут тоже отдельная маленькая политическая партия. Там есть сила людей, там я все названия даже не знаю, потому что не интересуюсь. Это меня не интересует, то есть какой партии. Для меня тема они называют политическими проектами. Они же реально аж не партии. Это группа интересов. Группа интересов на конкретный политический момент по разграблению конкретного участка экономики Украины. Реально многие партии так всегда были. Поэтому они называются к сожалению не по идеологии различаются, а различаются под кем сейчас они собрались в конкретный момент, под кем удобнее всего будет пограбить чуть-чуть. А потом они берут дальше. Во время организационного процесса у нас достаточно большой так получился организационный комитет обсуждались вопросы как бы организационные вопросы как будет построен сам форум. Так вот в самом форуме мы приняли решение что должна быть обязательно Харьковская платформа для того чтобы осветить какие-то местные вопросы для того чтобы харьковчанам было это близко и все понимали что кроме Украины есть же наши еще маленькие маленькие вопросы. Так вот группа организаторов у нас очень большой оргкомитет получился знаете больше там дом советов чем оргкомитет вдруг стали продвигать идеи о том что необходимо нам обсудить политическую коррупцию отлично дайте пожалуйста определение политической коррупции как вы это предполагаете как вы это видите на самом деле у нас есть внутренний чат организационный это все описано это я не придумываю не добавляю очень близко к тексту говорю так вот никто мне про эту политическую коррупцию не сказал что это такое но во время встреч во время организационных встреч стало понятно что группа представителей там тяготеющих одной из партий говорят давайте мы обсудим политическую коррупцию а что это значит это значит что вот этой партии одной из не нравится как другие партии которые вошли там областной совет городской совет или районные советы вот как минуточку я не закончил как они как они голосуют и голосуют ли они вообще что они делают слушайте давайте если у этой партии или у представителей этой партии есть свои мысли давайте пригласим тогда остальные партии которые скажут почему они так голосуют и тогда эта панель которая называется политическая просто трансформируется в какие-то политические лозунги, в политическую площадку. У нас вопрос коррупции, а не вопрос политической презентации в видении одной из партий или даже нескольких партий политического процесса. То же надо разделить процесс коррупционный и процесс политический. При всем этом я уважаю. Конечно, я не буду мешаться во внутренние эти разборки. Но мы будем говорить очень конкретно. Не в целом, да вокруг, да около. Одной партии, другой я с этим согласен. Очень конкретно. Очень конкретно и про Харьков. И главное, мы дадим людям трибуну. Людям, независимо от партийной принадлежности. В Киеве что было? В Киеве у нас был такой World Cafe, такой харьковчанин такой, есть Валерий Пекар, он выдумал эту форму. Ну, по крайней мере, в Украине он внедрил. Когда люди сами в течение двух-трех часов, а там было несколько тысяч человек, почти 10 тысяч человек участвовало, и в этом World Cafe поучаствовало больше половины из них, садятся и по конкретным вопросам устраивают свои мини-круглые столы, пишут свои предложения, потом все это формируют и представляют остальному форуму, остальному движению. Точно так же что-то подобное мы будем делать в Харькове. Все эти годы люди слушали политиков и партии, и правительству. Пришло время, что правительство, партии и политик послушали их. Потом, почему мы называем форум? Это не форум, чтобы нас просто себя показать, и, в первую очередь, на других посмотреть и других послушать. Это очень важно. И это так и будет. Последний вопрос. Пошел. Светлана Нашкевич, Пятый канал. Михаил, не знаю, насколько связан мой вопрос с коррупцией. Он касается обеспечения жильем участников АТО. Еще в начале лета Минсоцполитики выделила деньги на покупку квартир для участников АТО. Сейчас в министерстве, в том числе, говорят о том, что и в Одесской области квартир этих нет. Расскажите, пожалуйста... В Одесской области мы давно уже, уже почти с первого месяца, как я там, мы предлагали очень простую формулу Министерства обороны. И это конкретный вопрос, как вопросы не решаются. Много раз я встречался и с министром обороны, и с его симпатичным заместителем, и с его местным представителем. Очень простой вопрос. Министерство обороны, генералы наши, разъябанили, осят процелы имущества, которые они были, через аренды, там, разные вещи. Ну, в общем, много украдено. Больше, больше всего вещей украдено. Но, например, в Одессе, в центре Одессы, в очень таких жирных местах, у них еще есть имущество, которое просто простаивают. Они, я уверен, просто в своих головах строят схемы, каким образом это имущество можно точно так же украсть, как они до сих пор украли. Поэтому, чтобы этого не было. Много раз мы говорили, давайте продадим с электронной аукциона. Объявим за этим заранее за два месяца на всех сайтах, по миру поездим, потому что многие иностранцы захотят, одесситы в первую очередь, купить это имущество в своем родном городе, если даже он в Америке живет. Например, огромная площадка рядом с седьмым километром, то есть военная часть, которая практически не функционирует, стоит десятки миллионов долларов как минимум, может быть, а все имущество стоит сотни миллионов. Продадим. И не будем рассказывать с байки про то, что мы построим людям жилье, потому что в это никто не верит. То, что мы продадим, а потом мы скажем, через пять лет мы получим жилье, все нам посмеются в лицо. Просто эти деньги разделим очередникам, дадим руки, в первую очередь, участникам операции, и говорю, вот вам ваши деньги, ваши гроши, пожалуйста, покупайте свои квартиры. В Одесской области на эти деньги, как мы считаем, каждый из них может получить свои квартиры. Каждый раз мы перед телекамерами говорим, они говорят, блеск, мы пожимаем руки. И что происходит? Да ничего не происходит. Каждый раз, вот, например, мы предлагали разместить штаб ВМС. Матросы же спят, офицеры на кораблях. Потому что в Одессе, где ему платят там 3000 гривен максимум, зарплаты, большую часть времени, особенно летом, угол нельзя снять на этих зарплатах, на эти зарплаты. Они спят, эти матросы, офицеры спят на этих наших, и так не очень хороших кораблях, в смысле бытовых условий, они не очень хороши. Так мы им говорим, каждый раз мы это обсуждаем, мы говорим, вот, пожалуйста, вот вам штаб. Последние семьи, я просто об этом и говорю, что все сделано для того, чтобы ничего не происходило. Значит, полтора миллиона, которые выделены, почти полтора миллиона, они будут как-то... Полтора миллиона гривен? Гривен. И что можно купить на полтора миллиона? И соцполитики, которые выделила? Что можно на них купить? В чем загвоздка, почему не купить? В чем можно купить на полтора миллиона? Вы знаете... Нет, серьезно я вас спрашиваю. Одну квартиру, а знаете, сколько у нас очереднику? Десятки тысяч. О чем мы говорили? Они для галочки вам рассказывают, что они полтора миллиона выделили? Наверное, они шутят с нами. А в Десской области они не выделяли? Нет, не полтора миллиона. Одесская область может получить вот так, через эти аукционы, например, 100 миллионов долларов завтра же. Пересчитайте это, сколько будет в гривнях. Я потерял курс уже из-за курса. Точно. Можно последний вопрос о Кернесе? Очень хотят. Владимир Чистилин, гражданское общество. Вопрос, который, наверное, волнует многих арьковчан. Так что у вас угол заткнули? Да, ну так получилось. Спасибо, что дали слово. Очень практический и конкретный вопрос. Ну вот, как всегда, гражданское общество где-то в углу на заднем плане. Это называется так издание. Михаил, как вы собираетесь бороться с главным коррупционером Харькова, Геннадием Кернесом? Когда будете сажать его? А почему он должен сажать? Вопрос. Дело в том, что все очень просто. Значит, не так страшно. Всегда волк. Всегда мне говорят, что вот, то же самое у нас было тогда в Грузии. И вот если этот знаменитый, этот знаменитый, кто их никогда не тронет? Да все, да они такие важные, они такие мощные, они такие влиятельные. Как только поменялась система и как только реально заработал закон, они все испарились, как прошлогодний снег. И так и ушло. Еще раз говорю, при теперешней системе вместо одного коррупционера, даже очень знаменитый, появится завтра второй. Если это очень знаменитый, вместо второго подъявится третий. Вместо, или мы полностью меняем правила игры, тогда все они сядут, просто скажу. Или как минимум, еще, в моем вкусе, чтобы они обратно принесли свое имущество и оставили нас в покое, пожалуйста. Или мы точно так же, как по всем другим вопросам, соберемся здесь еще через 4 года, и у меня будет задавать тот же самый вопрос. Или по этому человеку, или по другому, любому там. То же самое, почему это до сих пор? Я вам еще раз расскажу, ну что, вот у нас пидозра брела, вот она этот суд отказал, судей надо менять, а судей надо менять, в разе закон застрял, а закон застрял, надо следующих выборов ждать. Сколько лет нам это рассказывать? И так будет всегда. И так они будут нас дурить всегда и зубы заковаривать всегда. Все очень просто, все на поверхности. Я когда выявил, в том числе некоторые грузины там работают в антикоррупционном бюро, и они говорили, что когда они послушали все эти дела, они настолько примитивные схемы, как мы глазам не поверили, ушам. И перепроверили, ну это так. Они все нагло это делают. Они все уже убедились, что никто никого никогда не тронет. И я вас уверяю, что те люди, которые вам говорят, что кричат, что вот очень хотят, допустим, по того же Мира Харькова. А мы его посадим. Да ничего они не хотят его посадить. А как обычно, они все рука руку моют. Тут идет речь идет. Кто-то кого-то звенит, и сам возьмет эти потоки, и потом забудет. И пройдет. Потому что все они связаны. Все они повязаны. И очень часто мы нам за чистую монету выдают то, что на самом деле просто обычная постановка, разводка, разводка. Это для наперстничковых это любимая вещь. Разводить. Они будут вам рассказывать, что сражаются, но на самом деле они договорились за вашей спиной. Я первый, что научился здесь, мой опыт, у меня достаточно много опыта, может быть, политики, но такой опыт только в Украине я получил. Не принимать за чистую монету ничего из того, что политики нам говорят. А этот говорит, что после этого сражается, вот я его посажу. Ничего он не посадит. Он его максимум подвинет, отнимет какой-то поток, и они опять договорятся. И иначе покажите мне, кто кого посадил. Все очень просто. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Спасибо, пожалуйста. И еще и нам возможно? Да, пожалуйста. чтобы они голосовали за главу Райради и так далее, и так далее. И повисше сказано вами. Тоже, че мают рассматривать на форуме вопроса политической коррупции? Я согласен с этим, и я хочу вас запросить, например, приходите до нас и отримайте слово, и вы можете сделать промову и про это рассказать всем. Этот форум открыт для всех, нужно понимать, что у нас нет никаких, безусловно, связанных с временами, но это открытый форум, где каждый граждан, активный, как вы, может прийти и рассказать это всем другим представителям политического класса и общества. Так что я вас запрошу до этого форума и будем про это разговаривать. У нас еще раз, у нас не какая-то там научно-практиковая конференция, где мы... Чему выникла идея с начала антикоррупционных форумов? Я был в Киеве на антикоррупционном форуме, который организовал уряд и президентская администрация Украины. Я был там и каждый раз, когда я начинал говорить и рассказать про конкретную коррупцию, они пытались прекратить и сказать, что нет, 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 сейчас мы вообще разговариваем про коррупцию. Это не про конкретные какие-то там речи, нет, 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 нет Это не для этого форума, тут есть много иноземцев, и нужно, чтобы они почувствовали, что мы имеем программу как держава, как уряд, как президентская администрация. Так это для меня абсолютно неприемлемый вещь. Что значит вокруг того? В общем, мы уже наговорились, все уже, все все знают. Главные коррупционеры стали главными теоретиками по антикоррупции. Это мы все знаем. Так давайте сейчас попросим их уйти от нас, оставить нас в спокойное время, а потом общество будет заниматься их делами, будет забирать у них деньги, будет их конкретно посадить на судебную скамейку. Так надо действовать. Время разговоров закончилось, надо действовать. Поэтому Харьковский форум, который будет еще раз в Радмире, я буду злоупотреблять ваше время на рекламу, 18 числа, 16 часов вечера, 18, извиняюсь, 18, 6 часов вечера, будет объявляться конкретную программу действия. И когда мы на него перейдем, мало многим не покажется. Потому что я люблю действовать, я люблю рассказывать, что мы делаем, но это не пиар, просто возможность мобилизовывать учебщики для действия. В нашей стране без общественной мобилизации для конкретных действий ничего не поменяется. Я сам запустил ошибку лично, когда многие месяцы последние жду, вот сейчас они, вот сейчас они. Я люблю воспринимать людей, когда они что-то обещают, что они это будут делать. Я сам лично нахлебался обещанием, я очень злой. Потому что я нахлебался обещанием, каждый раз мне говорят, вот через месяц, через месяц под носом подвесят что-то. Да и как там, знаете, у осла подвешивают под носом что-то, и осел бегает за ним. Но мы же не ослы, мы говорим о очень развитом образованном обществе, поэтому Украине. Поэтому нельзя с общим обращаться как с ослом. Все очень просто. Спасибо большое. Продолжение следует...